Всем привет! Снимаю для вас новый влог. Я только что пришла домой, и мне позвонили из садика Ляма. Его тошнит, его нужно ехать забирать. Поэтому сейчас я выгуливаю собаку, и мы вместе с вами поедем забирать Ляма. Вот она, наша Жужа. Она после операции. Иди сюда, покажись. Она в попу не ходит. Жужа! Жужа! Ну вот так вот как-то. Вот, извините. Не знаю я, что с Лямом. Вот. Вроде бы у него там температура. Я точно знаю, что его тошнит. Хотя утром все было хорошо. Поэтому будем сейчас разбираться. У нас так хорошо на улице. Пока Силе так хочется в деревню, я прям уже не могу. Просто шикарно. Трава. Ой, так хочу в деревню, я не могу. Понятно, что делать с Лямом. Я не хочу приехать с ним в больницу. Дурик смотреть дома. Я очень переживаю. Потому что сейчас у них садики много, кто болеет. И очень многих кладут после этого в больницу. Я очень переживаю, что придется тоже ложиться в больницу. А Лям маленький. И один он не сможет лежать. Нужно ложиться с ним. Поэтому не знаю, что будем дальше. Я только что забрала Лямом. Вот он лежит. Сейчас мы будем мерить температуру. Я его одела. Видите, даже капюшон. Потому что его знобит. Видно по нему. Сейчас мы его будем раздевать. Подождите. Опа. Пойдем, мой мальчик. Заболел, короче. Сейчас. Вот это мы утром, как уходили. Его пижамка. Да, Лямушка. А, сейчас я буду сдавать. Снимать тебя обувь сразу. Вот. Будем раздеваться. Жура, ну что ты? Я переодела майку быстро. Достала памперс ему одеть. Пока что носочки. Потому что ножки у него очень холодные. И вот футболка у нас. Сейчас быстро его буду раздевать. И мерить температуру ему. Потому что очень переживаю за малыша. Вот, я его переодела. А он лежит. Сейчас я возьму. Вот это у нас тот градус на голове. Вот он. Сейчас померяем температуру сначала. Потом будем думать что-то делать. Пока его не рвет вроде. Но он, на самом деле, это лоб у него горячий сам. Он холодный. Блин, очень непонятно, что происходит. Малышка. Он, конечно, очень слабенький. Ответим шторы. Мы просто с утра вот как уходили, так я ничего и не делала. Все. Малыш мой, давай, иди ко мне. Малышка, ты себя чувствуешь, малыш? Малышка. Малышка, ты себя чувствуешь, малыш? Ну, такой силолоктинок, конечно. Ждем. Он уже прилег, видите? Спать хочет скорее всего. Вот, он держит пока еще градусник. Сейчас до меряем. Малышка, потерпи. Температура 39,3. 39,4 почти. Капец, я нужно срочно забивать. И я не знаю, что делать пока. То ли вызывать скорую, то ли ничего не делать. Но у него, понимаете, ничего нет. Вот, кроме того, что он, конечно, спать хочет. Видно по нему. Я его сейчас уложу, скорее всего. Просто нет ничего абсолютно. Не знаю, я что было в садике. Сейчас, наверное, буду звонить, разговаривать с воспитательницей. Сейчас я его положу. Пупсика этого маленького, да? Ложись. Сейчас я тебе включу мультики, лямушка. Давай. Давай, снимем носочки с тобой твои. Вот. Сейчас я ему включу мультики. Сама пойду сделаю чай. Что у нас тут за листы? Делаю ему чай и покормлю Жужу. Ей, кстати, вырвали зубы. Нужно будет промыть ей десны. Жужа, иди сюда. Иди покажем твои зубы. Скажи. А вот, видите? Вырвали почти все зубы. А вот такие дела. Он подвинулся поближе. Нужно будет ему голову помыть. У него голова уже грязненькая. Как-то нужно ему ее уже помыть. Я посмотрю, есть ли у нас ромашка дома. Сможу уже на миску еще. Ой, конечно. Столько всего, что непонятно, за что хвататься. Воды мало. Надо долить воды. И сделаем ли вам ромашку. Так, вот она, консерву Жужина. Сейчас попробуем ее покормить, если она будет, конечно. Иди. Да. Идешь? Не хочет. Идем в любку тебя дни. иди достанем чашечку чтобы чай сразу остудить потом мы собьем температуру это наношу ромашка поела сейчас посмотрим если поела то и надо промыть что-то съела вроде жужа иди сюда покушай что-то стало плакать я пришла за тазиком не нравится мне это не знаю что делать вообще я не знаю я не понимаю честно говоря что с ним как он себя чувствует но разве нормальный но что-то как-то не очень сейчас я открою шприц и уколю ему от температуры такой вот у нас шприц потому что не нравится у него состояние что не началось обезвоживание сейчас ему уколем сразу и 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 Все, ребята, это капец. Ляма тошнит. Стой, Лям, стой, не падай. Капец, короче. Эй, Лям! Блин. Капец. Ты не вымазался хоть? Стой. Сейчас ты надо будет вынести быстро. Глазу его мыть пойдем. Жужа, отойди, пожалуйста. Сейчас его помоем. Мальчик мой маленький. Давай, сейчас быстренько умоемся с тобой. Я тебе принесу чаек. Но я сделала уколы ему, ему сейчас должно полегчать немножко. Вот. Первый раз у нас такое. Раньше вот за все время, что он был маленький, у него отравлений никогда таких не было. Давай. Опа. Пойдем. Сейчас тебя положу. И помою тазик. Ложись. Опа. Ложись, мой хороший. Ложись. Все помыла. Пока пускай стоит. Я не знаю, если сейчас его еще будет рвать, то я вызову скорую, чтобы ему укололи противорвотный укол. Ну, потому что может начаться обезвоживание. А если нет, то, в принципе, может быть, даже и все обойдется. Я не знаю, я больше всего переживаю, что его в больницу положат. Сейчас звонила маме одной девочке из лямой группы, но он в ясли как бы еще ходит, поэтому его так быстро передали, потому что все очень переживают. Но они маленькие еще. Я за правильником пришла. И они сказали, что у них очень сильное обезвоживание и что их положили в больницу под капельницу, потому что капец. На самом деле очень стремно. Я не знаю, что главное вот. Ой, что у нас тут? Какая-то не вымытая сторона. Пережить бы ночь. Просто идите по словам вас. Пережить бы вот ноль как бы ночь, посмотреть на его состояние. И если все нормально будет, то отлично. Если нет, то неплохо вымыли фильтр. Если нет, то тогда хуже. Ставлю фильтр в пейлинг. Вот первый раз лям заболел. Ну, как бы у него температура бывало, просто у него, да, вот пока он маленький такой, но как бы вот такого серьезного нет, на самом деле. И это очень пугает. Но сейчас будет быстренько его спасать. Давай. Но там девочки ничего не делали, то есть просто ждали, пока более-менее станет легче. Я ему уколола укол от температуры. Поэтому молодец, он мне помогает. Сейчас будем укладываться спать. Завешиваю шторы. Ой, не буду пытаться его уложить поспать. Часов до шести, а потом идем смотреть. Наверное, это видео закончим, и будем вам уже показывать, если что, в следующем что-то. Спотел он весь, потом будем мыться обязательно. Давай поклажу тебе спинку. Давай поклажу тебе спинку.